Друзья, мы рады приветствовать вас на канале Криптокоммонс и в сегодняшнем выпуске Ньюсблог Крипто. Россия отказывается от планов по созданию национальной криптобиржи. Binance назначает нового руководителя региональных рынков на фоне проверки со стороны регулирующих органов. Пекин выпускает технический документ по инновациям и развитию Web3. Китайские монеты, почему они могут стать движущей силой крипторынка. Bybit получает предварительное одобрение в Казахстане в качестве поставщика услуг по хранению криптовалюты. Binance запускает переход на новую платформу в Японии. Stable запускает первый стейблкоин на BRC20. Криптовалютные биржи Bikix приостанавливает вывод средств из-за подозрений в отмывании денег. Основанный на арбитрум проект Jimbus теряет 7 миллионов долларов из-за продолжающихся эксплойтов в DeFi. И в завершении выпуска вас ждет краткий обзор по рынку и аналитика от Кевина Свенсона. Оставайтесь с нами. Российская криптобиржа отменяется. По информации от Анатолия Оксакова, главы комитета Госдумы по финансовым рынкам. Российские власти отказались от идеи создания национальной криптобиржи. Вместо этого они планируют установить регламент разработки и эксплуатации таких платформ. Участники рынка такое решение приветствовали. Олег Агиенко, директор по взаимодействию с госструктурами Bitriver, подчеркнул, что такой подход позволит минимизировать риски, связанные с санкциями и кибератаками на инфраструктуру, а также снять опасения по поводу доминирования на рынке. Кроме того, предлагается ввести и специальные требования для иностранных криптобирж, которые стремятся работать на территории Российской Федерации. И по мере того, как девятый по численности населения страна поворачивается к нормативно-правовой базе для криптоплатформ, криптосообщество приветствует позитивную позицию страны в отношении крипто. Итак, у Binance новый топ-менеджер по работе с региональными рынками. Криптобиржа Binance назначила Ричарда Тенга куратором всех региональных рынков за пределами США. Binance уже некоторое время подвергается проверке со стороны регулирующих органов в Соединенных Штатах. Об этом на своей страничке LinkedIn сообщил сам Ричард Тенг, который присоединился к Binance в качестве генерального директора Сингапура в августе 2021. Binance сделала данные изменения на фоне постоянного надзирательства регуляторов США за несоблюдением требований, а также из-за того, что столкнулось с давлением и в других странах. В начале этого месяца криптобиржа вышла с рынка Канады, поскольку страна установила жесткие правила для криптоторговых платформ, а также с рынка Австралии, поскольку та отменила лицензию биржи на финансовые услуги в прошлом месяце. Но помимо прочего есть и иск от CFTC, который может долго преследовать криптобиржу. В настоящий момент Binance сталкивается с серьезными обвинениями со стороны комиссии по торговле товарными фьючерсами США, включая то, что она позволяла и содействовала незаконной торговле криптодеривативами для граждан США. По информации от Reuters, Binance US также находится под следствием Министерства юстиции США в обвинении по содействию отмывания денег. В итоге, биржа под руководством Чемпинджао наращивает свои усилия по соблюдению требований за пределами США с большой скоростью, чтобы уменьшить свою зависимость от рынка США. Итак, Пекин выпускает для Web3 White Paper. Выпуск такой технической документации совпадает с введением новых правил в отношении цифровых активов в Гонконге, что еще больше повышает интерес к позиции Китая в отношении криптоиндустрии. Муниципальное правительство Пекина представило официальный документ, призванный способствовать инновациям и развитию индустрии Web3. Этот документ признает технологию Web3 неизбежной тенденцией будущего развития интернет-индустрии. Для цели превращения Пекина в выдающийся глобальный инновационный центр цифровой экономики, комиссия планирует ежегодно выделять не менее 100 миллионов юаней, что составляет 14 миллионов долларов, ежегодно до 2025 года. По имеющейся информации, в данном документе подчеркивается намерение Пекина усилить политическую поддержку и ускорить технологический прогресс, чтобы способствовать росту индустрии Web3. Генеральный директор Binance Champion Zhao счел сроки выпуска официального документа заслуживающими внимания, подчеркнув, что регулирование криптовалюты в Гонконге вступит в силу также 1 июня. На прошлой неделе комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга представила новый свод правил для криптовалютной индустрии, объявив, что розничные инвесторы смогут участвовать в торговле криптовалютой с 1 июня, что совпадает с внедрением новой системы лицензирования для криптовалютных платформ. И в то время как США в настоящее время принимают жесткие меры в отношении криптовалют, усилие Гонконга по привлечению криптовалютных компаний резко контрастирует с подходом США. Китай запретил использование крипто в 2021, однако с выпуском официального документа Web3, похоже, Китай демонстрирует признаки открытости для этой отрасли. Итак, что у нас там по китайским монетам? А они могут невероятно взлететь вверх уже в ближайшее время. И вот почему. Все дело в том, что с 1 июня Гонконг разрешает розничную торговлю биткоином, эфиром и другими криптовалютами, что может очень позитивно повлиять на китайские монеты. Решение Гонконга разрешить розничную торговлю биткоином, эфиром и другими криптовалютами может быть воспринято как исторический очень продуманный ход на фоне враждебной среды на рынке криптовалют, которая в настоящее время происходит в США. И выбранное время не могло быть лучшим. Финансовые рынки США испытывают в настоящий момент неуверенность в связи с надвигающимся региональным банковским кризисом, а также экономическими проблемами, такими как проблема с потолком долга и ростом инфляции. Недавно Ripple присоединилась к пилотной программе eHKD – валютного управления Гонконга HKMA, в то время как ведущие криптобиржи OKX и Huobi планируют подать заявку на получение лицензии для работы в Гонконге. Тем временем объявления о разрешении розничной торговли стимулируют значительный спрос на китайские монеты, такие как CoinFlux. Но помимо нее другие китайские монеты, такие как Filecoin и EOS, продемонстрировали еженедельный прирост не менее 7-8%. Поскольку розничная торговля криптовалютой в Гонконге начинается с 1 июня 2023 года, эти монеты, вероятно, вырастут еще больше. Bybit официально заходит в Казахстан Криптобиржа Bybit продолжает расширять свою деятельность после получения принципиального одобрения от регуляторов Казахстана. 29 мая биржа объявила о своем предварительном одобрении управлением по финансовым услугам Астаны AFSA Казахстана на работу в качестве поставщика услуг по торговле цифровыми активами и депозитарных услуг в международном финансовом центре Астана. Бен Джоу, соучредитель и генеральный директор Bybit, сказал, что верит в многообещающий потенциал Содружества независимого государства, как региона для роста криптоиндустрии. В соответствии с пониманием принципиального одобрения, представленном Bybit, компания соглашается выполнять предварительные условия, которые приведут к постоянному разрешению начать обслуживание местных жителей после полного завершения процесса подачи заявки. За последние несколько месяцев Bybit находится в состоянии расширения своих предлагаемых услуг. 2 мая компания объявила, что начнет предлагать пользователям услуги криптокредитования. В марте компания начала сотрудничество с MasterCard, чтобы предложить новую дебетовую карту для платежей в криптовалюте. Последний шаг компании по предложению услуг в Казахстане связан с тем, что страна неуклонно развивается как региональный центр криптовалюты, майнинга и блокчейна. В феврале местные власти объявили о новом мандате, согласно которому 75% доходов от майнинга криптовалюты должны продаваться через криптобиржу, чтобы предотвратить уклонение от уплаты налогов. А спустя несколько месяцев Казахстан сообщил, что в 2022 году он собрал около 7 миллионов долларов в виде налогов на крипто. В настоящее время в Казахстане проект по запуску национальной криптовалюты Центрального банка находится в пилотной стадии. Новая платформа от Binance открывается в Японии. После пяти лет отсутствия на японском рынке криптобиржа Binance начала процесс создания новой и полностью регулируемой дочерней компании в стране. Данный шаг стал последующим после приобретения регулируемой криптобиржи Sakura Exchange Bitcoin SEBC в ноябре 2022. В рамках данной сделки SEBC прекратит свои текущие услуги к 31 мая и вновь откроется как Binance Japan в ближайшие недели. Пользователи страны должны будут зарегистрироваться на глобальной платформе биржи под новыми учетными записями. Binance предпринимала аналогичный шаг в Сингапуре в 2021, в Малайзии в 2022 и совсем недавно в Таиланде. В Японии компания прекратила свою деятельность в 2018 после того, как не смогла получить независимую лицензию от местных регулирующих органов. Согласно информации, опубликованной на веб-сайте Binance, биржа не будет предоставлять услуги по деривативам в стране. Глобальная же версия Binance не будет принимать новые регистрации учетной записи от пользователей из Японии. «В будущем мы планируем продолжать расширять наши предложения услуг в Японии и будем тесно сотрудничать с регулирующими органами, чтобы, возможно, предоставлять и деривативные услуги в полном соответствии с требованиями местных регуляторов», — написала компания. «Япония была одной из первых стран, которая ввела необходимые правила по регулированию криптовалют». Местные законы поспособствовали быстрому возврату средств в феврале в FTX Japan, дочерней компании, обанкротившейся криптовалютной бирже FTX. Правила Японии требуют, чтобы криптобиржи отделяли средства клиентов от других активов. Первый стейблкоин на базе BRC20 от Стабли. Теперь можно передавать привязанные к доллару активы на базовом уровне биткоина совершенно официально. Компания Стабли, провайдер стейблкоинов как услуги и платформа для обмена фиата на крипто, запустила первый в истории стейблкоин с привязкой к доллару, выпущенный непосредственно на блокчейне биткоина. Токен StableUSD основан на развивающемся стандарте токенов BRC20, вокруг которого в начале этого месяца популяризовались многие мемкоины, созданные на основе биткоина. Согласно сообщению Стабли в Твиттере, StableUSD можно обменять 1 к 1 доллару на основании обеспечения, которым управляет его хранитель Prime Trust в банках, застрахованных федеральной корпорацией по страхованию вкладов. Токен может быть выпущен и выкуплен посредством долларовых переводов через Fedwire и SWIFT или посредством переводов конкурирующих стейблкоинов, включая USDC Circle или USDT Teaser. Прямая выдача доступна пользователям, прошедшим проверку KYC в 200 странах, включая 44 штата США. Только на два крупнейших стейблкоина приходится рыночная капитализация в размере 110 миллиардов долларов. Но ни один из этих эмитентов еще не объявил о совместимости с биткоин-блокчейном. По состоянию на 24 мая рыночная капитализация стейбл-USD составляла всего 101 тысячу долларов. Но общее количество токенов, включая монеты, не находящиеся в обращении, составляют невероятные 69 триллионов монет. Напомним, что BRC-20 – это экспериментальный стандарт для выпуска взаимозаменяемых активов с использованием биткоин-ординалс. Соучредитель и генеральный директор стабли Кори Хоанг сообщил в пресс-релизе, что встретился с создателем BRC-20 дома на конференции Bitcoin 2023 в Майами и рассказал ему о своих планах в отношении стейблкоина. Он подумал, что это здорово и забавно, как мы создаем стейблкоин на биткоине, чтобы позволить биткоину торговаться в сети со стейблкоином, построенным на биткоине, сказал Хоанг. На самом деле мне от этого до сих пор смешно. Криптобиржа Bikex приостанавливает вывод средств Не широко известная криптобиржа Bikex заявила, что некоторые средства пользователей на платформе участвуют в отмывании денег. В результате, в настоящее время платформа начала сотрудничество с полицией для сбора доказательств и приостановила снятие средств для проведения расследований регуляторами. В опубликованном заявлении от 29 мая Bikex заявила, что продолжит уделять внимание восстановлению нормальной работы биржи и будет активно работать с соответствующими органами для решения текущих проблем. В ходе этого процесса мы будем поддерживать прозрачную и своевременную связь. Если у вас возникнут какие-либо проблемы или вам понадобится помощь в процессе, пожалуйста, не стесняясь, обращайтесь в нашу службу поддержки клиентов. Мы будем рады оказать вам поддержку и помощь. Отмывание денег через централизованные криптобиржи было одной из основных проблем в отрасли. Ранее в этом году Министерство юстиции США арестовало и предъявило обвинение гражданину России Анатолию Легкодымову, основателю зарегистрированной в Гонконге криптовалютной бирже BitZlato, за якобы помощь криптопреступникам в отмывании незаконно полученных средств. По оценке Chain Analysis, BitZlato получила криптовалюту на сумму более 2 миллиардов долларов в период с 2019 по 2021 год, из которых более 966 миллионов долларов представляют собой незаконную и содержащую риски в своем получении криптовалюту. Основанная на арбитром DeFi платформа Jimbos подверглась атаке, в результате которой было похищено более 7 миллионов долларов. Атака была осуществлена на версию 2 протокола Jimbos. Экосистема децентрализованных финансов DeFi по-прежнему остается главной целью для хакеров, последним из которой стал взлом протокола Jimbos. Согласно данным, полученным от компании по безопасности блокчейн PeckShield, протокол был взломан 28 мая 2023 года, что привело к потере более 4 тысяч монет эфира на сумму около 7,3 миллиона долларов. PeckShield опубликовал обновленную информацию о взломе на своей странице в Твиттере и заявил, похоже, сегодняшний взлом Jimbos протокол привел к потере 4 тысяч 90 эфира на сумму примерно 7,5 миллионов долларов. Этот взлом стал возможным из-за отсутствия контроля проскальзывающих операций по смещению ликвидности. Так что ликвидность, принадлежащая протоколу, инвестируется в асимметричный или несбалансированный ценовой диапазон, который используется в обратном свопе для получения прибыли. Аналитики по безопасности обвинили во взломе отсутствия контроля в механизме проскальзывания основного контракта. Это позволило хакеру получить мгновенный кредит, манипулировать ценой нативного токена протокола и украсть средства. Протокол предназначен для выпуска частичного стейблкоина, обеспеченного набором крипт-токенов. Однако, похоже, что механизмы протокола не были должным образом проработаны, что и привело к уязвимости, которой и воспользовался хакер. В результате атаки стоимость нативного токена протокола Jimbo упала на 40%. Разработчики протокола изучают наилучшее решение ситуации и работают с теми же исследователями в области безопасности, которые помогли Ailer Finance вернуть 200 миллионов долларов после их взлома. Кроме того, команда также добавила, что они свяжутся с властями к понедельнику, если злоумышленник не вернет украденные средства. Экосистема DeFi в последнее время страдает от хакерских инцидентов. И хотя и наблюдается заметный спад, экосистема продолжает решать проблему защиты уязвимостей и ограничения несанкционированного доступа. И это несмотря на постоянные старания по усилению мер безопасности, регулирующих экосистему. Одна из последних атак на мгновенный кредит была нацелена на протокол 0WIX, что привело к потере почти 2 миллионов долларов. Tornado Cash, известный протокол, ориентированный на конфиденциальность, также стал жертвой взлома, когда неизвестные злоумышленники скомпрометировали протокол и получили доступ к значительному количеству токенов TORN, что привело к очень большим потерям для протокола. И завершает наш выпуск аналитика и обзор рынка от Кевина Свенсона. Макро взгляд, крупная картина и стратегические ожидания. Давайте послушаем. Перед вами дневной график биткоина. И вот что на нем интересно. У нас образовалось подтверждение бычьего пересечения на дневном МАГДИ. И это может быть нашим первым серьезным подтверждением готовности продолжения нашего движения вверх. И говоря о продолжении движения вверх, я говорю о продолжении движения вверх нашего тренда, который образовался с начала года. Если посмотрим на крупную картину, то увидим, что тренд наш все еще друг наш. И если, друзья, вы смотрите за мной на твиттере, то мы этот сигнал давно отслеживаем, эту бычью дивергенцию на гистограмме МАГДИ, имея потенциальную возможность приближающегося пересечения. А за последнюю неделю я заметил у многих медвежий настрой. Но рынок сейчас идет в памп против ожидания рынка. И вот что сказал Дэн Криптотрейдер на своем твиттере. Биткоин образует крупные шорт-сквизы, особенно на Байбите. Более 120 миллионов было ликвидировано за последние часы. И по мере того, как цена стагнирует, все больше людей начинают смотреть скептически на ситуацию. И по мере повторяющихся тестов этих низов, люди начинают готовиться к какому-то подобию водопада. Но именно на этих ситуациях и новостях определенно и начинают формироваться бычьи настрои. Это пересечение МАГДИ на дневном таймфрейме часто бывает началом гораздо более крупного движения. Мы наблюдали это и ранее. В марте было движение в 45%. Последующее сразу же за пересечением МАГДИ на дневном таймфрейме. А также ранее в этом году, когда мы поднялись с 16 до более чем 20 тысяч. Даже 23-24 тысячи. Таким образом, это бычье пересечение на МАГДИ заготовило довольно большие движения на этот год. И мы приближаемся к следующему прямо сейчас. Но, конечно же, остается вопрос в том, как далеко нас уведет это движение. И для этого, друзья, я хочу вернуться с вами к теме, которую мы обсуждали с вами с самого начала этого года. Это шпаргалка параболического движения, цена биткоина которой все еще следует. И сейчас, друзья, мы с вами завершаем стадию 3. У нас была стадия 1, стадия 2, а сейчас у нас стадия 3. И эта стадия уже завершается. Прямо на самом краю параболической кривой. И нам необходим отскок для того, чтобы продолжить следовать этой кривой. Вот такой расклад. Что ж, довольно оптимистично, хоть и немного неуверенно. Но мы-то с вами помним, именно в такие моменты неуверенности и страха и образуются самые важные и большие возможности. В любом случае, рынок расставит все на свои места. Главное, не забывать самые важные и основные правила трейдинга. Риск менеджмент и здравый подход. На этом мы с вами прощаемся. Желаем вам удачного трейдинга и до встречи в следующем выпуске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова